7 июня в стенах филиала ДГУ прошёл круглый стол, где приняли участие директор Центра занятости населения Атикат Гасанова, главный специалист Мадина Каримулаева, заместитель директора по воспитательной работе Мирза Мусаев и студенты филиала. В своём обращении к присутствующим Атикат Гасанова отметила, что от выбранной профессии зависит многое. Она должна приносить не только доход и обеспечивать семью, но и нравиться. «К сожалению, на вашу долю выпало такое время непростое, как по всей стране, естественно, нашей республике. Время, когда рынок труда испытывает трудности, сложности. Но это не значит, что мы с вами должны отпускать руки. Есть очень много форм, есть очень много видов. Несмотря на то, что мы живём в сложное время, тем не менее, очень много возможностей в нашей стране для молодёжи. Даже сидя дома, молодёжь находит работу, активно работает, зарабатывает, набирается опыта. Для всех, конечно, работы в государственных учреждениях не хватает, но тем не менее, мы не можем сказать, что работы совсем в городе нет. Работу вы найдёте, но никто вам не может гарантировать, что сразу». Говорили о разном – о пользе и востребованности выбранной специальности, карьерных возможностях и о том, что получение диплома об окончании недостаточно для устройства на работу. Нужно быть заинтересованным и идти к поставленной цели, отметила в своём выступлении главный специалист центра Мадина Каримулаева. «Будьте мобильными, не зациклитесь на том, что вы вот, я экономист, я юрист, я хочу искать именно эту специальность по диплому. Не получилось у вас поиском работы? Ищите другие пути какие-то поиска работы, потому что вы все будущие семьянины, вы все должны содержать свою семью, расти детей и искать какой-то свой жизненный путь. Что это значит? Почему я говорю «не зацикливайтесь именно на вашей специальности?» Например, центр занятости непосредственно конкретно, чем вам может помочь? Естественно, после того, как вы получите диплом, вы должны обратиться к нам. С дипломом, с паспортом вы должны прийти в центр занятости и обратиться ко мне, в первый кабинет. Я как профконсультант должна вас принять, выслушать вас и дать вам, как говорится, первую советку, что делать, где найти работу и как заняться поиском работы. О важности стремления к получению знаний, начиная со школьной скамьи, выразил и заместитель директора по воспитательной работе филиала ДГУ Мирзамусаев. Он также отметил, что в работе, как и в учебе, всегда важно саморазвитие и упорство. Есть у нас, которые на КРАС диплом окончили, они устроились на работу в правоохранительных органах, они этими следователями остались, а есть которые окончили на тройке, но они показали своим стремлением, доказали всей республике, что самые лучшие следователи, представляете, самые лучшие следователи, наши выпускники, которые работают в Хасей-Ротовском международном следственном отделе, следственного комитета, потому что у них были знания, они поставили перед собой цель, они, когда учились, они пропадали в этих следственных комитетах и доработали, понимаете, но у них не все получили красный диплом, но зато они пробились. Это все от вас зависит, понимаете, как здесь было сказано, сейчас интернет открывайте, на любой вопрос ответ есть, на любой вопрос, понимаете, сейчас вам очень легко учиться. Выступающие отмечали, что многие выпускники сталкиваются с проблемой выбора профессии и дальнейшего трудоустройства. Республика с каждым годом развивается, а значит, постоянно нуждается в мастерах своего дела, и поэтому задача каждого учащегося – стремиться к получению образования, востребованного на рынке труда. Царя Махайбулаева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».